Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики канала. Сегодня речь пойдет о семенных колиусах, которые я вырастила с января. Вырастила я в основном серию колиусов Блюма. Вот так они подрастали зимой. Это здесь им два месяца. Каждые были распикированы в отдельные стаканчики. У меня есть на канале серия видео от семенной колеса и семян до шикарного роста. Сейчас все по порядку. Перед вами колиус Блюма нежность сейчас будет. Вот такой он в полгода. То есть 6 января посадка семян была на данный момент. У нас 21 июля. Вот такой красавец. Огромные листья. Шикарные. Посажен в каш по 2 литра на данном этапе. Радует яркой раскраской. Следующий колиус у нас это будет колиус также гибридный. Из серии тоже Блюма. Это все-таки фестиваль танца. Вот такой он у меня был в марте, апреле на подоконнике. Распикированный на ярком солнышке. Вот такой вот он был. Насыщенная краска у него была. Имел кантик зеленый. Кантовочку. Чем она отличается от других видов колиус. Здесь ему 6 месяцев. Вот так он чувствует себя уже в кашпо на улице. Здесь уже он потрепанный ветром. Чуть-чуть попал на солнцепек. Потом был переставлен. Вот подгорел. Вообще колиусы семенные не очень любят. Вот яркое солнце довольно-таки. Когда солнцепек целый день. Они вот так вот выгорают чуть-чуть. Главное вовремя это заметить и понять. Колиусы вообще красиво. Очень ярко. И своей раскраской именно семенные. Следующий колиус тоже гибридный. Это мозаика. Вот так он чувствует себя в кашпо. На солнышке стал проявлять яркую окраску. Был в тени. Сначала поставлен горшок этот. С этим колиусом. С мозаикой. Довольно-таки большой колиус. Яркий по окраске. В разноцветии. Следующий колиус. Это у нас колиус дракон блэк. И также серии радуга гибридный. Цветочная гордость. Вот такие они у меня тоже в кашпо. Здесь уже 3 литра. Дракон блэк. Вот такой. Отличается от бархата ночи тем, что имеет посерединке полоску. Розовую. Вот она виднеется. У бархата ночи насыщенная краснота посередине. Здесь нет. Здесь только центровая полоска. Бархатный действительно колиус. Это у нас цветочная гордость. Тоже гибридный колиус в кашпо. Вот он с дракон блэком. Очень-очень красивая композиция, на мой взгляд. Не мешают, а дополняют друг друга. Шесть месяцев тоже колиусу. Полгода. Следующий колиус у нас будет. Это красный вельвет. Тоже колиус блюма. Вот такой он насыщенный. Посажен в кашпо вместе с колиусом блюма нежность. Вот композиция, на мой взгляд, удачная. Дополняют друг друга. Вельвет вот он очень такой насыщенный, ярко-красный. Имеет ткантик такой незначительный по краю резной листвы. И тоже на ощупь бархатный. То есть приятный не только визуально, но и на ощупь. Очень бархатные листочки красивые. Чем больше солнца, тем насыщена яркость вот у него. Но так же на солнцепёк не надо. Вот такая прекрасная, на мой взгляд, композиция. Следующий колиус. Это у нас будет колиус блюма с карли. Тоже семенной. Вот так вот он чувствует себя. Сейчас в тень поставлен. Был на солнцепёке. Вот так выгорают листья. Посмотрите, как они сгорают. То есть это неудачное было место выбрано. Сейчас переставлен в лилейники, в клумбу. И стал оживать потихоньку. Вот такой настоящий цвет его. Когда он не горит, колиус. Прекрасный колиус. Ну, здесь вот композиция из фотографии составлена. Семенные колиусы всё-таки боятся солнцепёка. Надо выбирать место. Здесь эти же колиусы в композиции с вегетативными. Вот с аватаром, в частности, смотрятся красиво. Горшки можно переставлять в любое место, какое вам понравится. Главное, ещё раз повторюсь, найти оптимальный вариант. Чтобы они не горели, эти колиусы. Я вам показалась коллекцию семенных колиусов. Небольшую своих, Блюма. Также гибридных колиусов. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем всего доброго. Продолжение следует. Продолжение следует.